Привет всем любителям боевиков! Сегодня мы погрузимся в мрачный и захватывающий мир города в огне гонконгского боевика 1987 года, который перевернул жанр. Возможно, вы не знали, но этот фильм оставил неизгладимый след в Голливуде, повлияв на некоторые из ваших любимых картин. Итак, о чем же город в огне? Фильм рассказывает историю Кочу, полицейского, под прикрытием внедренного в банду грабителей ювелирных изделий. По мере того, как Кочу сближается с бандой, он сталкивается с серьезными моральными дилеммами и завязывает неожиданную дружбу с Фу одним из ее членов. Напряжение нарастает, кульминацией чего становится хаотичное ограбление, кровавая перестрелка и трагическое открытие – это настоящий аттракцион эмоций и экшена, который держит вас в напряжении до самого конца. Но город в огне – это нечто большее, чем просто сюжет. Фильм, снятый Ринго Лэмом, известен своим жестким реализмом и динамичными сценами действия. Именно этот фильм стал прорывом для Чоу Юн Фата, закрепив за ним статус звезды боевиков. Фильм получил признание критиков и зрителей, набрав впечатляющие 85% на Rotten Tomatoes. Теперь давайте поговорим о его влиянии на кинематограф. Внимание! Фанаты Квентина Тарантино. «Город в огне» оказал огромное влияние на его фильм «Бешеные псы» 1992 года. Оба фильма разделяют схожие темы, элементы сюжета и даже культовые сцены, такие как «Мексиканская дуэль». Тарантино открыто признает вдохновение городом в огне, что свидетельствует о важности этой гонконгской классики. Но его влияние на этом не заканчивается. Стиль и темы фильма нашли отклик в Голливуде, особенно в фильмах о полицейских под прикрытием. И не только Голливуд. Болливуд также черпал вдохновение из «Города в огне». Прекрасным примером служит фильм «Противостояние» 2002 года, в котором переплетаются элементы «Города в огне» и «Бешеных псов». Почему же «Город в огне» до сих пор не теряет своей актуальности? Все дело в вечных темах – верности, предательстве и зыбкой грани между добром и злом. Это универсальные истории, которые находят отклик у зрителей разных культур и поколений. В заключение можно сказать, что «Город в огне» – это не просто фильм, это веха в истории боевиков. Его влияние прослеживается в некоторых из самых знаковых фильмов последних десятилетий. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. Возможно, вы откроете для себя истоки некоторых из ваших любимых сцен-перестрелок. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски кинообзоров. До скорой встречи!